Всем привет! Сегодня я вам покажу самый красивый парк. Находится самый красивый парк приблизительно 20 километров от Киева, от столицы Украины. Самый красивый парк это Межигорье. Это парк с уникальным ландшафтным дизайном. Приятно здесь прогуливаться. Здесь вы увидите фонтаны, водопады, мостики, беседки, скульптуры, извилистые тропинки, кусты, много деревьев. Все это создает удивительный пейзаж, который никого не оставит равнодушным. Здесь можно покататься на велосипеде, посидеть на травке, сделать отличные фотографии на фоне этой красоты. От станции метро Героев Днепра ходят маршрутки до парка Межигорье. Межигорье это живописное урочище возле реки Днепр. Резиденция основана в 1935 году. Основана на месте древнего Межигорского Спасо-Преображенского монастыря, известного с XII века. С 2002 года Межигорье стало резиденцией Виктора Януковича. А с февраля 2014 года резиденция Межигорье открыта для посещения. Это самый лучший национальный парк. В состав комплекса входит клубный дом Хонка, старый дом Януковича, гостевой домик, ресторан на воде Галеон, спорткомплекс, спа-центр, гольф-клуб, яхт-клуб, гараж, ретроавтомобили. Видео про ретроавтомобили у меня на канале есть. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, кому интересно. Также есть здесь зоопарк. Этот зоопарк я вам покажу в следующем видео. Также есть кинологический центр, парк с искусственными озерами, есть банно-оздоровительный комплекс. Этот природный комплекс имеет площадь около 140 гектаров. Клубный дом Хонка – это роскошный особняк, оформлен богато, внутри и снаружи. Вход туда стоит 500 гривен с человека. Получил свое название в честь финской компании Хонка, которая его построила. Объект полностью сооружен из деревянных брусьев. Посмотрите, какие красивые водопады, просто прелесть. Рядом с Хонкой каскад искусственных озер. Искусственные водоемы наполняются водой из 10 артизианских скважин. Недалеко от клубного дома находится спортивный комплекс, где есть тир, боулинг, крытый теннисный порт и боксерский ринг. Вокруг резиденции есть парк с беседками и скульптурами. Посмотрите, какая красивая ротонда. Открывается очень красивый вид. Время работы парка в летний период с 6 до 21. В зимний период с 8 до 17. Осень-весна с 8 до 19. Стоимость билета в парк 150 гривен для взрослых и 50 гривен детский билет. Гольф-поле и прекрасные лебеди. Предположительная стоимость поля составляет 3 миллиона евро. Есть здесь еще конный клуб, выставка породистых собак. Парк работает ежедневно, но во вторник билеты стоят дешевле. Взрослый билет стоит 70 гривен, детский бесплатно. Пенсионерам 40 гривен билет стоит. Билеты для льготников при наличии удостоверения бесплатно. Участникам боевых действий и членам их семей, инвалидам первой группы и детям из многодетных семей до 18 лет. Билет в музей ретроавтомобилей стоит взрослых 50 гривен, детский 30 гривен. Красивые лебеди и ухоженная территория. Вход с животными на территорию парка запрещен. Экскурсия на электромобилях стоит 150 гривен. Экскурсия по кинологическому центру взрослый билет 50 гривен, детский 30 гривен. Льготникам бесплатно. Здесь обитают не только лебеди и утки, но в прудах водится много рыбы. Но вылавливать ее запрещено здесь. В зоопарке здесь много животных. Коровы, козы, есть ламы, фазаны, страусы. Есть плавучий ресторан. Он расположен в затоке Межигорье на берегу Киевского моря. Межигорье находится в глубокой долине, между горами, поэтому такое название. По преданиям, в княжие времена это было место отдыха Владимира Великого. Некоторые историки предполагают, что существование в этом месте 25 верст от Киева вверх по течению. Днепра, мужского монастыря еще во времена Киевской Руси. Я всем рекомендую посетить этот парк. Также есть предположение, что в Межигорье была освящена известная книга-молитвенник Анны Ярославовны. Книга-молитвенник Реймской Евангелии, на котором присагали французские короли. В начале 12 века в Межигорьский монастырь попала знаменитая икона Богоматери. Посмотрите, какая уникальная природа, какие лебеди красивые, просто не хочется отсюда уходить. Здесь можно провести целый день, любоваться чудесной осенней природой. Приезжайте сюда, и вы не пожалеете. Так как этот парк имеет огромную площадь, нужно обывать удобную обувь и желательно взять с собой бутерброды, потому что вы будете долго гулять по парку. Посмотрите, какая прелесть! Зайцы бегают в парке. В этом природном комплексе много красивых скульптур. Парк поражает изобилием редкостных кустов и деревьев. Возле некоторых стоят таблички с названиями. Продолжаем гулять по парку. Погода прекрасная, настроение отличное. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, понравился ли вам этот парк. Подписывайтесь, оценивайте видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем желаю добра и отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok